Оперативную информацию из героического Мариуполя сейчас узнаем от советника мэра Пётра Андрюченко с нами на связи. Здравствуйте, Пётр. Добрый вечер. Скажите, сегодня в день государственного флага Украины напомнило ли движение сопротивления, что Мариуполь это Украина? Давайте подождем. Мы ждем результаты, знаем, что собирались делать. Поэтому пока подождем, когда будет более точная информация. Должны были. Но учитывая, насколько сейчас это сложно сделать в Мариуполе, потому что в среде предстоящего так называемого трибунала опять мы наблюдаем ужесточение контрпартизанских мер. Все немножко усложняется. Но тем не менее поборемся. Ну вот вы вспомнили об этом анонсированном страшном судилище над украинскими защитниками. Каких провокаций можно ожидать от россиян? Не устроят ли они вторую Еленовку? Вы знаете, думаю, нет. Скорее всего, им нужна картинка совершенно другого рода. Им нужно вот это визуальное подобие нюнбургского процесса, чего они, в общем-то, и не скрывают. Поэтому думаю, что здесь не будет такого рода провокации, собственно. Но тем не менее это не делает сам процесс. Вот это судилище менее ужасным или более мягким преступлением, собственно. То, что мы видим, что зона, где расположена камерная филармония, весь этот квартал сегодня с утра полностью закрыт. Охраняют его вооруженные военные Российской Федерации. Леса уже все убраны, техника уже уехала. Поэтому фактически здание, судя по всему, готово к проведению этого судилища. Дело за датой, дело за анонсом, дело за стартом. В городе уже полно пропагандистов. Пока снимают все подряд. Но просто так, учитывая, что Мариупольд давно ушел из российского информационного поля, все эти восстановления, это такое, уже не сильно их потребляет российская аудитория. А вот предстоящее судилище, это, да, скорее всего, для этого они туда и съехались. Поэтому пока продолжаем отслеживать ситуацию. Но все говорит о том, что на самом деле на счет уже идет, если не на часы, то на дни. Скажите, а может ли как-то повлиять вот это огромное международное внимание сейчас, которое приковано к Мариуполю и к этому анонсируемому судилищу? Все международные организации, ООН, Красный Крест, лидеры стран, все предупреждают, чтобы, не дай бог, это не случилось. Это как-то может сдержать и повлиять на оккупанта? Ну, мы искренне на это надеемся, конечно. Потому что пока создается впечатление местами о том, что решение о дате еще не принято. И такое поле для маневра оккупационной власти себе оставляет. Но опять же, если опять положить руку на сердце, ну, не видим мы реакции, например, ООН, Красного Креста, кого-то о той же Амнистии Интернашнл, которая добросовестно смогла сделать репортаж там, где обвинить нас, неизвестно в чем. Но так добросовестно молчит о том, что происходит в Мариуполе даже прямо сейчас. Вот, к сожалению, необходимого резонанса для того, чтобы остановить это международное давление, мы не видим, ни мы, ни жены наших героических защитников. Поэтому и все акции проводятся. Но надеемся, что все-таки нам удастся помешать этому ужасу, который будет происходить. Потому что все мы прекрасно понимаем, что нас ждет в конце. Ни о каком правосудии, в принципе, не может идти речь. Особенно в момент, когда прямо нарушаются международные нормы, когда во время войны поддают суду комбатантов, собственно, за несовершенные преступления и пытаются на них навесить еще и собственные преступления. Мы же понимаем, что основной изюминкой этого процесса, в кавычках, должна быть стать вот эта фальсификация о взрыве изнутри драматического театра, там, где бомбардировку российскими, двумя российскими бомбами ФАК-500, где погибло порядка 600 человек, превратят в обратное обвинение героического полка АЗОВ в том, что они якобы подорвали его изнутри для каких-то провокаций. Все для этого уже, в принципе, белыми нитками сшито у Следственного комитета России. Теперь весь вопрос только показать это потребителю контента. Поэтому, собственно, ради этого и проводится этот псевдотрибунал. Поэтому, конечно, мы пока замерли в ожидании. Ну, как замерли, мы делаем то, что мы можем, то, что мы должны. Но счет идет уже на дни. Но они сейчас следы полка АЗОВ везде находят, где хотят. Уже и нашли след в подрыве Дугина и в Москве. Любые поводы придумывают. Визитки закончились. Теперь вместо визиток Яроша у нас и правого сектора стали появляться отметки полка АЗОВ. Ну, безусловно. Страшилка за страшилкой. Все, на что способна российская пропаганда. Сегодня вы в средствах массовой информации озвучивали страшные цифры об украденных и вывезенных за границу на территории Российской Федерации. Украинских детей, сотни детей вывезены и были отданы в российские семьи. У вас есть какая-то цифра приблизительно, о скольких детях может идти речь украденных, незаконно вывезенных из Мариуполя и отданных на усыновление в российские семьи? Вы знаете, это, наверное, самый тяжелый вопрос для нас с самого начала оккупации. Потому что мы верифицировали изначально 117 детей, потом цифра начала расти. Сама российская сторона оккупационная начала называть свои цифры. И вот сегодня, да, сегодня, получается, на официальном сайте официального органа опеки Краснодарского края озвучена цифра, что 1300 мариупольских детей было вывезено. Из них 1000 уже передано в семьи. И 300 на сегодняшний день находятся в различных учреждениях Краснодарского края. Это, конечно, большая утрата для этого. Это просто большой страх, потому что на самом деле детей-сирот в Мариуполе на период оккупации не было. Все законные дети-сироты были эвакуированы в первые два дня. Никого не оставалось в городе. То есть мы, с одной стороны, допускаем, что возникновение, появление в результате ужасной оккупации новых детей-сирот, которые потеряли близких, разлученных, потерянных детей. Но на самом деле нет никаких данных. Российская сторона, насколько нам известно, никаких данных отказывается предоставлять о наших детях. Не говоря о том, что какие-нибудь сироты, во-первых, у них могут быть законные опекуны на территории Украины. Не говоря уже просто о родителях, об одном из родителей, как минимум. О том, что там есть, мы точно знаем, разлученные семьи, когда детей это брали, просто вывезли в Россию. Ну, это ужасно. И, честно говоря, я даже не представляю, как мы будем искать этих детей, обоцмена, офис обоцмена с этим работал. Насколько я понимаю, там тоже нет понимания, нет взаимодействия. Логично, с российской стороны все эти данные укрываются. Собственно, это же и есть вот та самая деноцификация в действии, которая так громко анонсируется, которая так любят сильно говорить наши российские фашисты, собственно, сидящие там в правительстве. То есть, ну, 1300 детей, заявленная цифра российской стороной, я вот подчеркиваю, официальная российская сторона. Мы думаем, что их должно быть больше, и не только мариупольских детей, детей из Мариуполя, Мариупольского района. Опять же, Волновахский район рядом, вместе с Волновахой. Там такая же самая ситуация, собственно. Поэтому идет речь о тысячи украинских детей, которых, это фактически киднеппинг, фактически украли у законных родственников детей, вывезли, поместили в чужие семьи. Если речь идет, и мы знаем массовые случаи, когда вывозили из Мариуполя детей 5-6-7 лет. Через год-два они, в принципе, не вспомнят фамилию, имя, отчество своих родителей во многом, да, или близких родственников. Ужасная история. Еще и сколько детей сейчас остается в Мариуполе, которые остались без квартир и видят весь этот ужас. И мы уже с вами даже обсуждали в эфире. Снимают это все и показывают всему миру. И этим детям, как и равное их родителям, приходится выживать в новых условиях. И эти новые условия им дают оккупации, оккупационные эти все администрации. Буквально накануне они провели некий подрыв одной из котельных. И этот момент попал на видео. Давайте сейчас посмотрим. Валятся эти трубы. Какая у вас информация, что произошло, для чего это делается? Мало разрушений в городе? Ну, видимо, да. Потому что торчат инженерные войска в Мариуполе. По-другому не скажешь. Постанно, что подрывают. Логики в этом подрыве нет никакой. Потому что, если брать конкретно эту котельную, вот эти трубы, которые были подорваны, они, собственно, никому не угрожали, с одной стороны. Но поскольку кто-то... Если есть саперы, которые должны что-то взрывать, они что-то взрывают. Вот примерно такой логикой руководствуются. Но, с другой стороны, зато мы видим. Это одна из наибольших котельных в городе Мариуполе, которая отапливала значительную часть... То есть она была действующей, работающей? До войны, да. Но сейчас нет. Безусловно, россияне уничтожили все котельные. Причем они уничтожали их прицельно. Начиная с периода, с 1-го, примерно, марта. Это начались прицельные обстрелы на котельных. То есть все котельные уничтожены в городе Мариуполе, Российской Федерации, прицельным артиллерийским огнем, реактивной артиллерии. Поэтому, почему мы утверждаем, что невозможно восстановление котельных на сегодняшний день, которые были уничтожены Россией. И это одна из таких котельных. Она действительно неработающая. Она невосстановимая в том варианте, в котором есть. С другой стороны, логично было бы начинать со строек и реинноваций каких-то, если мы говорим об отопительном сезоне. Но у нас к отопительному сезону готовятся российские оккупационные власти путем уничтожения тех котельных, остатков котельных, которые остались. Да, стоит напомнить, наверное, нашим зрителям, что в Украине всегда отопительный сезон начатался 15 октября. До 15 октября уже остается меньше двух месяцев. Что же будет в Мариуполе? Людей оставят замерзать? Видимо, да. Наверное, стоит напомнить зрителям и жителям наших городов, что, на самом деле, отопительный сезон не начинается 15 октября. Он начинается 1 июня. 1 июня начинают все коммунальные службы, связанные с отоплением. Опрессовку труб, прокачку труб. Все, наверное, помнят вот эти громкие звуки в батареях. Заливают воду, сливают воду, прокачивают воду, ищут, где происходят теплопотери и так далее, и так далее. То есть это достаточно длительный, трудоемкий процесс, учитывая километражи теплотрасс. Ничего этого в Мариуполе не происходит, кроме обещания оккупантов, что тепло будет и котельные будут отремонтированы. Но, собственно, на этом дело и заканчивается. Газа нет. Более того, с резервных веток пытаются околиться города, запитать газом. И на одной из таких околиц в Приморском районе, например, сегодня, жителям пришло уведомление, что они самостоятельно должны обследовать собственные газовые трубы на наличие трещин, порывов и так далее. Под их, собственно, ответственность будет тестовая подача газа. Если так тестово подадут газ, у нас в Багонну превратится половина Приморского района одновременно. Это же не вода, тут имеет свойство загораться газ. Поэтому это вот так готовится город к зиме, собственно, никак. Подрывом, разрушением и игнорированием проблемы. Знаете, как в том знаменитом фильме. Главное не смотреть наверх. И тогда можно поверить, что зима будет теплая. Еще и продолжают мародерить. И говорят, что был некий взрыв на одной из улиц Мариуполя. Был сгоревший автомобиль. Делили на грабленное. Какая у вас информация по этому поводу? Это все, да. По нашей информации, это все часть внутренних разборок, которые начались между коллаборантами. Главный гауляйтер Ивашенко пытается поменять своих кураторов, давних, которые поставили его на это место. Это некого депутата Госдумы Саблина и бывшего депутата Мариупольской горсовета периода Януковича от партии регионов криминального авторитета Иванова. Вот он пытается от них, как это принято говорит, спрыгнуть и сесть в один вагон вместе с Пушилиным. То есть от одной службы ФСБ и другой. В результате возникают внутренние разборки. Вот это непонятное покушение было на Ивашенко в субботу, которое вроде как и совсем не покушение, а попытка просто создать снова иллюзию и винить в этом Иванова, убрать, так сказать, его руками МГБ. И вот вчера возгорание, как принято говорить у россиян, вот это автомобиль, опять же, примерно в том же самом месте, где до этого было непонятное покушение на Ивашенко. Никакого тут непонятного нет. Все это, все та же часть этих криминальных разборок внутри коллаборантов, собственно. К чему они приведут, примерно понятно. Кого-то на коллаборантов уменьшится, либо кураторов, либо группы Ивашенко. С нашей точки зрения, в принципе, что то, что то хорошо, собственно, пока. Но сам факт, что Мариуполь не просто погрузили в нее большевизм с точки зрения политического управления, экономического управления города, ну и поместили в славные бандитские 90-е, собственно, знаете. Ну, прямая аналогия возникает, там, 1918-1923 год. Матрос-железняк, человек с ружьем. Петр, спасибо вам, кстати, за то, что вы рассказываете о том, что происходит в городе. Делитесь этими видео со всем миром. О реальности нового Мариуполя, который захватила российская армия и привела туда этот русский мир. Мы надеемся, что город Мариуполь скоро будет освобожден украинскими силами обороны, и он вновь вернется под украинский флаг. Петр, спасибо вам огромное за ваш комментарий. Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, был с нами в прямом эфире Freedom. Продолжение следует...